Очень приятно, что вы в полный зал. Большое спасибо, что вы пришли сегодня сюда. Я даже не ожидал, что в выходной день и так много молодых людей соберется. Теперь ваши вопросы. Когда-то, когда я был маленьким, я все время думал, кем же я хочу стать. И перебирал огромное количество профессий. Я хотел быть военным, пожарным, космонавтом, педагогом, рыбаком, моряком, водителем. Потом подумал, какая из этих профессий может воплотить в жизнь все мои мечты. Это была единственная профессия, профессия актера. Если я не понимаю, как или мне не нравятся материалы, я не снимаюсь в этой картине. Они как, я все время говорю, как дети. Вот кто-то больше болеет, кто-то меньше, кто-то с конопушками, кто-то рыжий, кто-то светленький. Все роли – это мои дети. Я все свои роли люблю. Наверное, самое любимое – это еще та, которую я не сыграл. Та, которая будет впереди, которую мне предложат. Поэтому, как говорят у артистов, «Гамлета» я еще не сыграл. Все еще впереди. А вы можете подробнее рассказать, как вы выбираете роли? Мне приносит сценарий, я его открываю и начинаю читать. А потом фантазирую, представляю себе, как бы я это сделал. Если эта роль меня трогает, я понимаю, что есть возможность раскрыть этот образ, поговорить о блуждании в душе человеческой в этой работе, то я на эту роль соглашаюсь. Если же нет, тогда я говорю, спасибо, ребята, я уже такое делал. К сожалению, я откажусь. Поэтому весь выбор моих работ связан только с творческими принципами. Но, к сожалению, кино – это многосложный, многослойный процесс. Зависит не только от меня, от большого количества людей, которые задействованы в этом. И операторы, и режиссеры, и сценаристы, которые по ходу пьесы иногда ее переписывают. Поэтому иногда ты думаешь, что должно получиться вот так, а выходит, как всегда. Такое тоже бывает. А вам больше нравится работа в театре или сценаристике? Театр и кино – это разные профессии. Есть еще одна профессия – телевидение. Я смею надеяться, что я прикоснулся к трем профессиям, где-то побольше, где-то поменьше. Но это три разных профессии, которым нужно учиться отдельно. Театр – это живое общение со зрителем, это другая постановка техники речи, это другая работа со своим телом, со светом. Это все по-другому. А кино – все-таки, во-первых, я все время спрашиваю у операторов, я говорю, почему вы не ходите в театр? У меня много друзей операторов, они говорят, мы не можем смотреть постоянно общий план. Поэтому театр – это общий план. А в кино есть крупные, средние, дальше отъехали, подъехали. И очень редко, когда актеры, такие синтетические, они могут работать и в театре, и в кино одинаково успешно. Таких актеров немного. Телевидение построено по принципу пирамиды. И вершину пирамиды занимают продюсеры, которых свои соображения по поводу той или иной программы и тех или иных героев, которые предстанут на суд зрителей. И со временем программа «Битва экстрасенсов» превратилась в шоу. Если до этого там были какие-то люди, которые не то чтобы чем-то обладали, но были тонкими психологами и могли нас обмануть, то дальше уже было все хуже и хуже. Вообще, кинематограф и телевидение — это история великого обмана. Очень сложно работать с детьми-актерами. Во-первых, их тяжело переиграть. Они такие непосредственные и ведут себя... Вот самое тяжелое — работать с детьми и с животными. Да, это действительно очень тяжело, потому что они непосредственно переживают именно тот момент, в котором они сейчас находятся. А нам приходит что-то играть, уже существуют определенные штампы. А потом есть такая еще одна проблема у детей. Дети сразу же становятся звездами. И тут их уже не свернуть никуда. И приходится режиссер плясать, приносить мороженое, чтобы он повторил дубль. Или делать еще какие-то реверансы. А он говорит, а не хочу. Ну и все. То, как говорили древние греки, человек, который приходит в театр или смотрит кино, после этого должен испытывать катарсис. Катарсис — это очищение. То есть душа твоя должна либо запеть, либо заплакать. В этот момент ты должен присоединиться душой к тому действию, которое происходит на сцене. И в этом увидеть себя. Оценить себя с критической точки зрения. Мне кажется, высшая цель актера на сцене, как в театре, это чтобы зритель испытал катарсис. Все речи очищены. Мы, получается, дворники душ человеческих. Есть общий план, называется мастер-план. Потом, где мы видим пробелы, либо промахи, мы это добиваем общими планами, средними планами. Конечно, так и снимается. Есть определенный алгоритм съемки и трюковых сцен, и драк, и всего остального. Поэтому никто по-настоящему не дерется. А так бы мы были одноразовые артисты. Подрался один раз, все, госпиталь. Нет. Отнимать работу каскадеров – это тоже неправильно. А потом они подготовлены и специально работают на сложных трюках, конечно. Потому что если я повредился, то останавливается вся картина. А это позволит невозможно. Есть определенные сроки для работы, выделены определенные деньги, люди задействованы. Поэтому сложные трюки выполняют каскадеры. А те трюки, где требуется мое непосредственное участие или мое лицо, то делаю я. Часто приходилось выходить в окна или прыгать и стекла. Они всегда находят брешь в защите. Поэтому неприятные вещи. Мировая тенденция говорит об обратном. Вот фильм «Выживший» как раз, там, яркий пример. Уходим от компьютерной графики. Уходят от 3D. Практически все снимается на натуре. Западные компании практически отказались уже от компьютерной графики. Только для того, чтобы подправить. А иногда есть такие моменты, особенно в трюковом кино, где работают подвесные системы, то есть троса. Их нужно стирать. Вот в этом заключается компьютерная графика серьезная. А в основном нет, уходят от компьютера очень мощно. Потому что все-таки впечатление, которое производит на людей живое общение с кадром, намного сильнее, чем общение с компьютером. Картина «Поддубный» снималась ровно 3 месяца. 3 месяца жесточайшей работы, тяжелой, напряженной, физически и моральной, снималась во Франции, тогда еще на Украине, в Киеве, в Крыму, в Феодосии. И одну из частей, достаточно большую, снимали в Софии, в Болгарии. Был ли какой-то самый запоминающийся момент на съемках? Картины? Ну. Или вообще? Картины «Поддубный»? На съемках. Да, когда сказали, все, стоп, картина окончена. Это был самый запоминающийся момент, потому что сил не осталось никаких. Да моментов много случается, но это же работа. Я все время говорю, снимаем длинный сериал. Он говорит, а как вы вот вспомните такие веселые моменты? Я говорю, знаете, веселых моментов, это все работа. Мы там не веселимся, мы просто работаем. Правим текст, репетируем, все сосредоточены, работают серьезно. Это уже достаточно трудная работа. Ведет перестановка света, работают операторы, выстраиваются рельсы, панорамы. В это время репетируются, актеры репетируются с режиссерами. Идет такой глубокий, серьезный процесс. И когда заканчивают съемку, она обычно начинается где-то часов в 8 утра. То есть к этому времени мы должны быть переодеты в костюмы, загримированы, знать текст. Потом выходим на площадку, проходим несколько раз. Потом один, другой, второй, третий. Потом планы меняются. Потом переходим к другой сцене. И потом, когда финал, где-то обычно он в 8-10 часов вечера, надо доползти до гостиницы, или до места, где ты спишь, быстро что-то съесть или выпить чай, рухнуть для того, чтобы опять 7 часов встать, душ и опять на работу. Это работа. Это не время, ну как ты провел время. Ой, так веселились, веселились, ничего не помним, как снимали, все веселились. Такого нет. Вы знаете, тут сложный вопрос к творчеству. Должно ли оно быть, да, такое кино? Ну да, должно. Просто оно должно пропорционально занимать определенный сегмент, да. Вот и все. Как-то все должно быть в меру. А у нас меры нет. Мы любим его. Ну давайте горько. Ну давайте все горько кино снимать такие. Кино, вообще кино и искусство должно быть разнообразным. Если мы его будем загонять в рамки жесткие, да, то тогда у нас появится мощная цензура. Конечно, безобразие допускать нельзя. Но это внутренняя цензура должна быть у тех людей, которые снимают кино. У режиссеров, операторов, сценаристов. А эту цензуру внутреннюю, да, или внутренний вкус тонкий, можно воспитать здесь, в школе. Зная историю, читая литературу. Вот если это делаешь, то внутренний твой вкус будет безупречным, хорошим. Был такой выбор. Если не пойду, умру. Другого состояния у меня не было. И это надо говорить. Кем ты хочешь быть? Да я не знаю. Вот вроде бы врачом, вроде бы... А, нужно выбирать профессию так. Можешь дышать без нее? Не могу. Иди. Тогда ты обязательно станешь врачом, актером, военным, кем хочешь. Дышать не могу. Вот я не мог дышать. Я проходил, нес свои документы. Совсем другой институт, педагогический. Я шел, и так, проходя мимо Маховой, где находится театральный институт, я проходил. Думаю, если я сейчас не сделаю, не отнесу документы, сюда все, жизнь моя закончится. Я пошел, отдал документы. И мои родители узнали, что я поступаю в театральный институт, когда я уже проходил третий тур. То есть у меня фактически остались только экзамены. Сочинение, которое я написал, благополучно, на два балла, не поставив 22 запятые. И устный по истории и литературе. Ну, там я справился как-то успешно. Потом переписал сочинение, естественно, уже не в таком волнении. Потому что когда мы прошли все творческие конкурсы, мы все бросили, сказали, что все, мы поступили. Но впереди были коварные экзамены. И мы на них скололись. Был у нас 9 человек. А наш мастер сказал, они будут поступать до тех пор, пока не поступят. Они мне нужны. Ну, так мы и поступим. Копирование на начальном этапе актерской профессии правильно, целесообразно. Дальше, чтобы вырастить из актера нормального, самостоятельного творческого человека, нужно длительно работать. Так же и с режиссерами. Пускай копируют. Потом они перерастут и будут делать что-то свое. Есть удачные копии, есть неудачные. Хотелось бы узнать, ради какого лечения вы могли бы бросить работу и пойти этим заниматься? Вот у меня сейчас младший сын. Растет Петька, ему 4 года. Вот у него уши в разные стороны. Вот ради этих ушей я могу бросить работу. А ради всего остального не брошу. Это, по-моему, единственная вещь. Ну, не дай бог, конечно, тяжелые какие-то жизненные ситуации. А вот приятное, это дети. Ради их будущего я бы мог пожертвовать своей работой. А все остальное не имеет значения. Что сложнее сыграть, когда требуется усилие вашего тела приложить или вот какой-то душевной части эмоции как-то сыграть так, ну, показать, как оно быть должно быть? И то, и то тяжело в кино. На сцене легче, потому что, наверное, на сцене ты входишь, делаешь первый шаг на площадку, да, и через полтора или два часа ты заканчиваешь это действие, на которое ты настраиваешься. Если сцена экшен в кино, то это дубль за дублем нужно повторять. К сожалению, в этот момент часто случаются травмы, потому что сознание твое притупляется и перестает контролировать твое тело. А то, что касается эмоций, каких-то серьезных, взрывных, пиковых, как мы говорим, да, это тоже тяжело. Но режиссеры специально готовят, ну, толковые ребята, да и мы сами готовимся специально к этим сценам. Мы заранее прорабатываем, и на этот день минимум работы, чтобы сделать вот эти эмоциональные сцены. Нас берегут, потому что не так это просто. Заплакать, искренне засмеяться, пережить трагедию человека. Это тоже требует больших усилий внутренних и подготовки. Первый, какой период истории, в принципе, дорогой вам более всего интересен? Все истории древние, все мне интересны. История, вообще, я человек военный, да, по первому образованию, поэтому все конфликтные ситуации разбирать мне нравится. История Великой Отечественной войны мне нравится. Период 20-х годов тоже мне нравится. Конкретно о чем-то, вот я говорю, мы выпустили замечательную картину «Война-миф». Тактика, стратегия, все это меня привлекает. Ну, все-таки бывший военный. Хотя они бывшие не бывают. Сколько? Три месяца тому назад я приехал из Крыма, да, а до этого восемь месяцев я там работал. Поэтому постоянно в разъездах. Сейчас уеду в Петербург. Потом, вроде бы, собирались в Мурманск. Достаточно длительная командировка. Но так получилось, когда, например, театр МХТ был на ремонте, мы сыграли 180 спектаклей, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Мы работаем всегда. При дожде, при снеге, при конфликтах всегда работаем и доделываем свое дело до конца. Во время госфории у вас есть обычно премия на то, чтобы осмотреть... Нет категорически, это я сразу отвечаю. Нет категорически. Приезжаем один-два дня, готовим сцену, репетируем, делаем большой прогон и практически сразу же уезжаем после спектакля. К сожалению, иногда бывает так жалко, что мы не сходили, не посмотрели, там ни в музей не сходили, ни памятники не посмотрели. Все, бегом, бегом, бегом. Нас как-то экскурсией провозят по достопримечательностям. Говорят, а вот здесь, а здесь. И один раз мы с Константином Юрьевичем стоим в аэропорту города Турино. И правду говорю, будьте здоровы. Глядя в свои билеты, я говорю, Константин Юрьевич, мы откуда прилетели? Он говорит, я не помню. А куда? Я говорю, не знаю. Вот мы так стояли, пока нас не забрали. Он говорит, мы за границей? Ух ты! Как здорово! Мы думали, что мы все еще по России летаем. Поэтому бывают такие случаи. Что бы мы посоветовали тем детям, которые мечтают стать актерами или играют в театральных кружках? Стремиться поступить в театральный институт и осчастливить театральные площадки не только нашей страны, но и мира. Опять же, с этими бесталанными людьми, с которыми я учился на одном курсе, как то Константин Юрьевич Хабенский, Михаил Николаевич Трухин, Ксения Рапопорт, ну, я не знаю, даже кого что-нибудь перечислять. Мы очень долго шли к тому, чтобы нас узнавали. И для начала это был, конечно, театр. И мы очень много сделали в театре, и мы уже были более-менее знаменитые и узнаваемые. Но первая картина, которая принесла такую большую, широкую известность, конечно, Агент национальной безопасности, после которого, ну, я просыпался долго. Каждый раз просыпался, говорю, что не знаменитый? Нет? Что не знаменитый? Что не знаменитый? Я говорю, ну, все, успокойся, уже знаменитый, все нормально. Стали узнавать и спрашивать у моей мамы, а вы, случайно, не родственница? Она говорит, да, 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 родственница, родственница. Я мама, мама, я. Поэтому, вот это, наверное, самая такая серьезная работа, которая сделала меня более-менее узнаваемым. Опять же, военные картины. Они сражались за Родину. На примере этой картины я могу объяснить разные системы актерских школ. Мне нравится, он нравился, Андрей Миронов. Фантастический комедийный актер с блестящим даром и работал и в театре, и в кино. Мне нравятся и западные картины. Однажды в Америке с прекрасным Робертом Де Ниро или «Крестный отец» с Аль Пачино и Де Ниро. Есть масса фильмов, которые можно смотреть не один раз. И Джармуш, фильм «Джармуш и мертвец» мне тоже очень нравится. Есть картины, которым можно восхищаться не только у нас, но и в американском и европейском кинематографе. Великом, естественно. Сильное ли какое-то пропагандистское начало и влияние политического мира на сферу кинематографии? На каждого из нас действует та или иная политическая тенденция государства, страны, мира. Поэтому все витает здесь, вокруг нас. Вот оно, рядом выхватил, и режиссеры мучаются, страдают, и задают себе вопросы на чьей-то стороне, и как ты хочешь жить, и как ты хочешь изменить этот мир. Кинематограф для этого и существует, для того, чтобы возбудить самые правильные душевные порывы человека. Вот на какой чаши весов окажется тот или иной творческий деятель, так и будет двигаться и политика, и мы будем так двигаться, потому что кино так или иначе нас к чему-то побуждает. Вообще искусство любое, не только кино, но и изобразительное искусство, и театр. Мы вспомним окна роста, с которыми сотрудничал Великий Маяковский. Это не политическая история была, конечно, политическая. Мы находимся, к сожалению, в политическом пространстве, которое так или иначе влияет на нас. А мы хотим, чтобы мы влияли на это политическое пространство. И иногда нам это удается. А «Чудо в Крыму» — это был тоже ваш ответ на политическую ситуацию? Нет, ни в коем случае. Это была новогодняя история встречи двух людей, которые встретили и поняли, что жить друг без друга они не могут. Простого водителя и достаточно известной актрисы. Довольны? У меня есть свои замечания. Доволен, я недоволен. Я вообще мало, когда бываю доволен своими работами. Поэтому я их и не смотрю. Много замечаний есть, много вопросов. На следующей картине мы это все исправим. «Крымкино» — студия. Сейчас снимаем уже вторую картину. Первую мы сняли, которая называется «Чудо в Крыму». Сейчас снимаем вторую, которая называется «Первоклашки из Крыма». Поэтому такая крымская киностудия, которая снимает люди, которые там живут и приглашает к сотрудничеству всех. И из Москвы, и из Петербурга. Поэтому открытая киностудия. Ну, у нас не принято осуждать работу своих коллег. Они прекрасные, замечательные. Они тратят много сил, души, нервов, сердца для того, чтобы сделать ту или иную работу. Я вижу, когда халтурят. Но молчу. Но вижу. Возвращаете для роли. Или просто так. У нас по-другому не бывает. Я бы с удовольствием избавился от нее, но работа. Есть ли у вас какая-нибудь цитата, с которой вы идете по жизни? Слова и стихотворения Симонова. Да, держись, мой мальчик. Два раза в жизни не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Поэтому, я думаю, это одно из самых основных правил в жизни, которым нужно следовать, если ты мужчина. Вчера я встретил с замечательным режиссером Александром Анатольевичем Прошкиным, который снял блестящую картину «Холодное лето» 1953 года. Мне посчастливилось работать с ним в картине «Трио». Я спросил, Александр Анатольевич, скажите мне, какое хитрое слово-то в нашей профессии актерской, чтобы успех был, чтобы зрители смотрели, чтобы роли получались. И он так тихо-тихо мне говорит, знаешь, Мишка, все в этой жизни, не только в нашей профессии, это зависит от объема личности. Поэтому хочется пожелать, чтобы вы были объемные внутри. И тогда... Да, да, это он, конечно, и так тоже можно понять. Тут хотелось бы, чтобы были поскромнее, а объемные внутри. И если вы будете таковыми, то какая разница, какой профессией вы занимаетесь. Везде вы будете успешные, везде вы будете красивые и творческие, правильные люди. Как мне кажется. Мы с вами встречаемся регулярно с очень интересными людьми. И вот сегодня нас посетил истинно счастливый человек. Он занимается с удовольствием и много именно тем, что ему нравится, и что он любит, и делает это замечательно. Так что мы очень рады вас приветствовать здесь. Спасибо большое. Приезжайте к нам в следующий раз еще, и не один раз. Мы будем всегда надо вас видеть. Спасибо большое. Если вы накопите вопросы, я обязательно к вам приеду. Вопросы не заканчиваются. Были очень хорошие, умные, замечательные вопросы. Придумывались так хорошо. Поэтому большое спасибо за эту прекрасную беседу. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Спасибо.